Глава восьмая. Искусство управления удачей. Формула удачи в ваших руках. Дорогие, Крайн приветствует вас. Вы изменившееся человечество на изменившейся земле. Но многие из вас все еще не чувствуют этих изменений. Вы живете по привычке, будто застряли в старых энергиях, тогда как новые энергии давно пришли на землю, и только и ждут, когда вы это заметите. Когда увидите, что земля другая и вы другие, и у вас появилось множество возможностей, которых не было раньше. Что это за возможности? Вспомните, как еще совсем недавно вы считали, что полностью зависите от везения, от случайности. Вы думали, что в любой момент может произойти что-то плохое, события повернутся так, что вам придется страдать. И вы никак не могли это проконтролировать, вы ничего не могли с этим сделать. Вы думали, у вас нет выбора, что ваша участь только смиряться, терпеть и страдать. Теперь вы получили возможность контролировать ход событий. Вы получили возможность управлять своей удачей. Да, как бы фантастично это ни звучало. Многие из вас уже почувствовали это на своем опыте. Что-то меняется, верно? И все чаще вам кажется, что некоторые вещи, происходящие с вами, происходят не просто так. Как будто во всем есть какая-то высшая логика, как будто есть какая-то направляющая вас рука, как будто есть мудрый, заранее продуманный план. Вам может казаться, что этот план придумали не вы. Вы ведь даже не знаете, в чем состоит план. И все же его придумали вы. Более того, его осуществляете тоже вы. Точнее сказать, его придумала и осуществляет та часть вас, которая превосходит вашу человеческую природу. Это ваше божественное я, которое действует исключительно в рамках вашей свободной воли, и при этом в сотрудничестве со Вселенной. Ваша свободная воля плюс сотворчество со Вселенной – это и есть формула удачи, формула везения, и каждый из вас сейчас может начать жить по этой формуле. Потому что для этого сложились все необходимые условия, и только от вас зависит, выйдете ли вы из старой парадигмы взаимодействия с миром, где, как вам казалось, от вас совершенно ничего не зависит, или зависит очень мало. Что происходило раньше, и что изменилось сейчас? Помните, как вы ставили цели, а они не осуществлялись? Загадывали желания, но мечты так и оставались мечтами. Строили планы и получали тысячи препятствий на пути их осуществления. Сейчас все может сложиться совершенно иначе. Давайте разберемся, почему же так происходило раньше, и что изменилось сейчас? Тысячелетиями на Земле преобладали темные энергии, и у вас не было достаточно сил, чтобы противостоять им. Они втягивали вас в себя, они определяли ваши желания, цели, намерения, они влияли на ваши эмоции, они держали вас в страхе. Они подталкивали вас к разного рода негативным проявлениям, и вы подчинялись, ведь вам казалось, что так вы спасаетесь от страха и опасности. Темные энергии – это не что-то такое, пришедшее на Землю извне. Это не происки инопланетян или каких-то других представителей злых сил. Никаких злых сил вне человечества не существует. Темные энергии появились, поскольку вы живете в дуальном мире. В материальном земном мире есть свет и есть тьма. Более того, в каждом из вас есть светлая сторона и есть темная сторона. Темная сторона человечества – это и есть то, что создает темную энергию. Вы понимаете, что никто на вас не нападает. Темная энергия создается вами же, и вы веками поддерживали ее и позволяли ей управлять вами, хотя она была вашим же собственным порождением. Темная энергия и сейчас никуда не делась. Она не исчезнет, пока вы живете в дуальном мире. Ее невозможно уничтожить или изгнать, но ее можно взять под контроль. И вы постепенно это делаете. Ведь свет становится все сильнее, он уже сильнее тьмы. И вы можете воспользоваться силой света внутри вас, чтобы поставить тьму на место. Дорогие, вы очень долго шли к этому. В том, что света стала больше ваша заслуга. Это был ваш выбор – поместить свой свет в дуальный мир и скрыть его, чтобы проверить, сможете ли вы вспомнить свою силу, сможете ли вы с помощью этой силы преодолеть власть тьмы над собой. Вы смогли. Битва продолжается. Вы смогли. Перевес уже на стороне света. Но битва продолжается. Битва идет внутри вас. Битва условна, потому что это не похоже на войну, как вы привыкли ее понимать. Вы никого и ничего не уничтожаете. Вы не можете силой прогнать тьму. Вы не можете победить тьму ее же средствами, но когда вы зажигаете свет, тьма уходит. Она уходит сама без борьбы. Вы понимаете, почему не надо бояться тьмы? Она целиком зависит от вас. Она зависит от вашего света. Она не способна напасть на вас. Тьма властвует над вами только тогда, когда вы позволяете ей это, когда вы забываете зажечь свет. Но эта привычка жить во тьме и подчиняться ей все еще сильна в вас. Ваша темная сторона все еще порой берет над вами верх. Когда вы не верите в свой свет и позволяете тьме захватить вас. Что происходит при этом? Тьма говорит вам, что надо бояться. Тьма говорит вам, что вы беспомощны. Что вы пешка в руках обстоятельств, что с вами может в любой момент произойти что-то плохое, и вы ничего не сможете с этим сделать. Именно таким образом тьма уводит вас от истины Бога, сбивая вас с дороги света и любви. Заметьте, этот голос звучит не откуда-то извне. Он звучит внутри вас. Это говорит ваша темная сторона. Но вы не обязаны ее слушать и тем более не обязаны ей подчиняться. Ведь только вам решать, какую сторону занять. У вас есть светлая сторона, ваше божественное Я. Поскольку на Землю пришли и продолжают приходить новые божественные энергии, то тьма постепенно отступает. Это значит, вам гораздо легче найти опору в вашей светлой стороне, чем это было еще каких-то полвека назад. Можно сказать так, вы стали ближе к Богу, ваше божественное Я укрепилось, и ваша связь с Ним стала прочнее. Что происходит, когда вы поддаетесь на провокации темной стороны? Вы начинаете двигаться в том направлении, куда она вас подталкивает, а она подталкивает в сторону противоположную свету. Свет – это любовь, противоположность любви – это страх. Любовь – это мир, это сотрудничество, это милосердие и взаимопонимание, это единство людей, это взаимопомощь и сострадание, это счастье, радость, удача, творчество и созидание. Страх – это враждебность и разделение, это границы, это изоляция, это недоверие, это тревожность, это ненависть, ревность, соперничество. Это неудачи, это разрушение, это чувство собственного бессилия, это уныние, апатия и депрессия. Вы понимаете, куда ведет вас светлая сторона и к чему подталкивает темная сторона? Важнейшее условие работы интуиции. И еще очень важная вещь. Когда вы поддаетесь на провокации темной стороны, вы перестаете слышать свою интуицию, потому что интуиция – это голос Бога внутри вас. Это ваша связь с духом, который дает подсказки. Но вы можете слышать голос Бога, только когда делаете выбор в пользу света. Когда вы живете в контакте со своей светлой, а не темной стороной. Никогда не бывает такого, чтобы Бог от вас отворачивался. Вам тысячелетиями внушали обратное, но это неправда. Бог не может отвернуться от вас. Он всегда протягивает вам свою руку. Всегда, каждый миг. Не бывает исключений. Но если вы поддались на провокации темной стороны, если вы слушаете ее, а не голос света внутри себя, то вы отгораживаетесь стеной тьмы от этой протянутой вам божественной руки. Вы просто перестаете ее видеть, и в итоге оказываетесь во власти хаоса, во власти случайностей. Вы верите в то, что вам однажды повезет, что удача улыбнется вам, но считаете, что от вас это совершенно не зависит. Когда вы во власти тьмы, от вас действительно ничего не зависит. Управляете не вы, а темные энергии. И вы даже начинаете принимать нашептывание тьмы за голос интуиции. Вы думаете, что вас в самом деле подстерегают опасности. Вы начинаете верить в разные мрачные приметы. Вы думаете, что Бог предостерегает вас. Но на самом деле, это только нашептывание тьмы, которым верить нельзя. Запомните это, дорогие. Если вы хотя бы немного боитесь, если хотя бы краем своего существа пребываете в страхе, если вы тревожитесь, если вы хоть чуть-чуть беспокойны, интуиция не работает. Интуиция работает, когда вы пребываете в любви. А любовь – это мир и покой. И только в мире и покое к вам приходит ясность. Помните, если вы принимаете решение, будучи в страхе и беспокойстве, вы с большой вероятностью ошибетесь. В том смысле, что выберете не лучшее для себя. Не то, что вы на самом деле любите. А значит, не то, что пойдет вам во благо. Если вы хотите принимать лучшие решения, совершать лучшие действия, предвидеть последствия и обходить препятствия, вам сначала нужно встать на светлую сторону. Нужно пресечь попытки тьмы втянуть вас в страх и хаос, и тогда интуиция включится. И тогда вы начнете сотрудничать с миром, и мир будет помогать вам. Как сделать так, чтобы мир помогал вам? Вспомнить о том, что есть рука Бога, всегда протянутая вам. Есть вселенная, полная любви, всегда открытая к сотрудничеству. И вы всегда можете сделать выбор, слушать ли нашептывание тьмы, или взять Бога за руку и пойти вместе с ним к свету и любви. Вы сами выбираете, в каком мире жить, в темном или в светлом. Никакой выбор не осуждаем, дорогие, потому что вы наделены свободной волей и вправе делать все то, что вы хотите. Не нужно бояться осуждения, не нужно бояться наказания, когда вы делаете выбор. Эти страхи тоже внушены вам тьмой. Некоторые люди выбирают быть с Богом не потому, что любят, а потому, что боятся Его. В таком случае их Бог вымышленный, не настоящий. Потом они спрашивают, «Почему Бог меня наказывает? Я ведь молюсь, исполняю ритуалы и не грешу». Не Бог наказывает, дорогие. Получается так, что вы сами себя наказываете, если верите в страшного наказывающего Бога, если молитесь из страха перед Ним, а не из любви. Если вы остаетесь в страхе, даже когда молитесь, вы в этот момент не с Богом. Тьма по-прежнему внушает вам страх. Тьма, а не Бог. Настоящего Бога не надо бояться. Если вы хоть раз ощутили, что такое любовь Бога, вы знаете, что это только свет, только добро, только бесконечное милосердие и все прощения. Бог с любовью протягивает вам руку, и ничего, кроме любви, нет в этой руке. Примите ее тоже с любовью, а не со страхом. Вот тогда тьма отступит, потому что ей нечего будет делать рядом с вами. Все, что необходимо для управления своей жизнью. Да, вы не сможете полностью победить свою темную сторону, пока живете на Земле. Тьма не исчезнет. Она будет продолжать существовать, и ваша темная сторона будет продолжать вас провоцировать. Вы не можете ее уничтожить, но вы можете занять по отношению к своей темной стороне новую позицию. Раньше вы ей слепо подчинялись и не видели другого выбора. Сейчас вы знаете, что выбор есть. Это значит, вы можете встать на сторону света, ведь источник света внутри вас. Вы можете соединиться с вашей светлой стороной, с вашим божественным Я, и тогда у вас появится сила, у вас появится возможность контролировать свою темную сторону. Раньше она подчиняла вас. Теперь вы можете подчинить ее. Пока вы живете на Земле, вы в дуальном мире, а значит, так или иначе будете иметь дело с тьмой и своей темной стороной. Но увидьте в этом плюсы. Это тренировка, каждодневная тренировка ваших духовных мышц. Это необходимо, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы научились ярче проявлять свой свет. Эта задача на преодоление не из простых, но вы сами выбрали ее, потому что знали, вы выйдете из этого испытания с новым качеством энергии, вы научитесь управлять своей жизнью и не давать темной стороне ни одного шанса захватить власть. У вас уже есть все, что необходимо для этого. У вас есть это прямо сейчас. Первое, что у вас есть, это знание. Вы уже знаете, что темная сторона так или иначе проявляет себя и провоцирует вас бояться, тревожиться, злиться, испытывать враждебность. Вы знаете об этом, а значит, вы предупреждены. Значит, все эти проявления темной стороны не застанут вас врасплох. Ваше знание состоит также в том, что темная сторона обманывает вас. Раньше вам даже не приходилось сомневаться в том, насколько истинны ее нашептывания. Она вас пугала, вы пугались. Она говорила, тревожься, беспокойся, все будет плохо. Вы верили. Сейчас вы знаете, что есть свет, есть мир божественных энергий, там все иначе. Там не надо тревожиться и беспокоиться, не надо бояться, потому что там есть только любовь, и там все происходит наилучшим образом. Второе, что у вас есть, это сила вашего божественного «я». Это энергия любви, которой достаточно, чтобы просто отодвинуть темную сторону на задний план. Вы не избавитесь от нее совсем, но вы можете просто приказать ей отойти и не мешать. Сделайте это. Вы увидите, что это нетрудно. Как только чувствуете страх или беспокойство, просто вспомните, что эта темная сторона вас запугивает и хочет перетянуть на свою сторону. Вы можете просто приказать ей отойти. Без борьбы, без попыток преодолеть и уничтожить навязываемые эмоции, вы можете остаться нейтральным. Вы можете сказать, «Отойди в сторонку. Я знаю, что ты хочешь меня запугать, но сейчас тебе придется отойти на безопасное расстояние и немного помолчать». Вы удивитесь, но темная сторона послушается вас. Она признает вас хозяина. Вы видите, что это не такая страшная война, где борьба идет не на жизнь, а на смерть. Темная сторона не будет с вами бороться, если вы возьмете управление в свои руки. Она послушается вас. И тогда вы можете спокойно взять Бога за руку и в энергиях любви и света оглядеться по сторонам, чтобы понять, в чем тут истина. И ваша интуиция пробудится. И вы будете видеть лучшие решения и лучшие способы действовать. И вы будете даже предвидеть последствия разных способов действия. Вы сможете выбирать то, что будет лучшим для вас, делая это интуитивно, даже в ситуациях, где у вас недостаточно информации, где логика не может ничего подсказать. Так вы выбираете самые удачные шаги, так вы открываете счастливые двери, так вы сами создаете лучший вариант развития событий в каждом конкретном случае. Как решаются проблемы в энергиях нового времени? Краин. Но как мы можем не бояться, не тревожиться, если в нашей жизни так много проблем, от решения которых зависит наше благополучие? Дорогие, когда вы не позволяете темной стороне перетягивать вас к себе, когда вы остаетесь на светлой стороне, у всех ваших проблем находятся наилучшие решения. Эти решения есть, в мире духа они уже существуют, но придете вы к ним или нет, зависит от того, руководствуетесь вы светом или тьмой, чьи подсказки вы слушаете, любви или страха. От этого зависит решение проблем, от этого зависит, как вы выйдете из трудностей. Пока вы живете на земле, у вас будут проблемы и трудности, это естественно. Ведь вы пришли на землю проходить уроки, учиться, закалять свой дух и укреплять энергии любви, носителями которых вы являетесь. Вы не сможете совсем уйти от проблем, даже если всегда будете действовать в единстве с вашим божественным «Я» и не дадите ни одного шанса темной стороне. Но разница в том, что, будучи на светлой стороне, вы интуитивно обходите преграды и видите лучшие пути. Видите, конечно, не физическими глазами, эти пути и возможности видит ваше сердце, потому что через ваше сердце Бог дает вам подсказки. И вот что получается. Вы видите проблему, вы не впадаете в уныние, тревожность и страх. Вы просите темную сторону попридержать все это где-то в отдалении, вы берете Бога за руку и говорите «Дорогой Бог, я хочу, чтобы это разрешилось наилучшим образом». И представляете, что все уже разрешилось наилучшим образом. Затем вы вместе с Богом начинаете решать проблему. Вы не убегаете от нее. Напротив, вы приближаетесь к ней, чтобы решить. И когда вы приблизились, вы видите решение. Оно вдруг возникает, будто из ниоткуда. И это лучшее решение. На самом деле оно давно было готово и ожидало вас. Дух приготовил его вам. Ваша задача была подойти к нему за руку с Богом, без страха, с доверием, с любовью. Так решаются проблемы в энергиях нового времени. Так к вам приходит удача. Именно тогда, когда она нужна. Дорогие, вам нечего бояться. Вы сами управляете своей жизнью. Вы можете привлекать удачу, вы уже этому научились. Не нужно медлить, действуйте. Все инструменты нового времени даны вам. Ваш собственный опыт покажет вам, как много вы можете. Вы поистине могущественны. Ваша удача рядом. Протяните руку, и вы сможете никогда не расставаться с ней. Да будет так. С любовью, Крайен.